Добрый день! Меня зовут Наталья и сегодня мы поговорим о минусах, о плюсах и минусах владения кипской недвижимостью, о том, что такое сдача в аренду по принципу лизинга, а также какие от этого выгоды получает иностранный гражданин. Наше сегодняшнее повествование прежде всего будет интересно тем, кто планирует приобрести недвижимость за рубежом с целью последующей ее сдачи, собирается получить гражданство Кипр через инвестиции, задумывается о приобретении собственного жилья на острове или озадачен подготовкой пакета документов для оформления заграничной недвижимости. Тема нашего сегодняшнего вебинара «Получение и прибыли от сдачи в аренду кипрской недвижимости по принципу лизинга». В рамках нашей виртуальной встречи мы рассмотрим законные основания для сдачи кипрской недвижимости в аренду, фактические выгоды, которые может приносить зарубежная недвижимость, получение паспорта Кипра посредством инвестиций в недвижимость республики, а также процесс приобретения кипрского гражданства, включая документацию, необходимую для покупки жилья на Кипре. Для начала расскажем, чем вам может быть полезен проект L-Toma Property. L-Toma Property – одно из направлений деятельности компании L-Toma Corporate Services. Это квалифицированная помощь людям, собирающимся переехать на Кипр, от подбора вариантов жилья на острове до проведения сделок с недвижимостью. В ходе нашего сегодняшнего вебинара вы получите информацию по ключевым моментам, с которыми сталкиваются все мигранты, в том числе и россияне, переехавшие или только собирающиеся перебираться на Кипр. В целом, можно сказать, что благодаря нашему вебинару вы расширите свое представление о жизни на Кипре, получите новые знания, которые должны помочь распланировать действия в новой стране. К концу нашей встречи вы получите глубокое понимание принципов купли-продажи и сдачи в аренду недвижимости на Кипре, включая преимущества и процедуру. Полученная информация поможет вам определить для себя следующие шаги на острове, что позволит ускорить процесс получения резидентства Кипра. Сначала мы поговорим о покупке недвижимости недвижимости на Кипре нерезидентами республики, о том, какие при этом преимущества получают иностранцы. Затем обсудим возможности сдачи в аренду зарубежного жилья по принципу лизинга, после чего перейдем к плюсам и минусам владения кипрской недвижимостью. В ходе вебинара затронем также выгоды, которые имеют в виду кипра, где, конечно же, обозначим, какие документы требуются для получения гражданства. Как мы рассказывали в одном из наших предыдущих вебинаров, ссылку на которую можете найти на сайте eltoma.global.ru, щелкнув в вкладке «Мероприятие». Приобретение недвижимости на Кипре стоимостью от 500 тысяч евро расценивается властями острова, как инвестиции в экономику республики Кипр, отчего сам инвестор и члены его семьи получают большие привилегии, в том числе и право приобретения кипрского гражданства по упрощенной схеме. Хочется обратить ваше внимание, что гражданство Кипра может быть также получено супругом или супругой инвестора, законно оформленным партнером, финансово зависимым взрослыми и малолетними детьми инвестора и, конечно же, его родителями. Стоит сказать о том, что ранее супруга или партнер инвестора могла подавать свою заявку на получение кипрского паспорта лишь после того, как основной заявитель, он же инвестор, подавал свое заявление в соответствующий департамент в виде установленной формы М-127. Теперь же Совет Министров Кипра подача заявления обоими супругами или партнерами. Это позволяет всем членам семьи получить гражданство Кипра в одно и то же время. Что же подразумевает законодательство Кипра под словом «партнер»? В постановлении Совета Министров уточняется, что для цели схемы приобретения гражданства Кипра через покупку недвижимости истолковывается в соответствии с положениями закона о гражданском партнерстве по 2015 году. В соответствии с этим законом Совет Министров Кипра признает любое гражданское партнерство, которое было заключено в Республике Кипр или в любом другом государстве в соответствии с законодательством этого государства и предоставляет этим людям различные льготы. Впрочем, год распространяется как на тех, кто целенаправленно старается получить их, так и на тех, кто еще не осознает своей удачи. Речь сейчас пойдет о несовершеннолетних детях инвестора. Чтобы малолетний ребенок проживать на территории Кипра, его родителям необходимо собрать и подать Министерству внутренних дел Кипра следующие документы. 1. Заполненная форма заявки М126, 2. Копия свидетельства о натурализации инвестора, 3. Копия кипрского паспорта инвестора при его наличии, 4. Свидетельства о рождении ребенка или детей, 5. Браке или гражданском партнерстве родителей, 6. Копия паспорта ребенка и его родителей, 7. Письменное согласие от родителей. 7. Надо сказать, что совершеннолетие на Кипре наступает в возрасте 18 лет. До достижения этого возраста детьми иностранного инвестора их можно смело называть малолетними, а это значит, что они могут официально прожить с родителями. 8. Заявление о предоставлении кипрского гражданства детям инвестора, не достигшим 18-летнего возраста, после того, как инвестор получит кипрское гражданство и с соблюдением условия, что другой родитель дает согласие на предоставление гражданства. Заполненное заявление вместе с пакетом документов подается в отдел регистрации актов гражданского состояния и миграции. 8. Кипр 126 должна быть полностью заполнена и подписана секретарем кипрского суда или консульским должностным лицом. 9. На своих экранах вы сейчас можете увидеть образец анкеты. Прошу обратить внимание, данная форма подается только на греческом языке. 10. Как вы сейчас можете видеть на своих экранах, перед вами образец формы М126. 10. Указанный бланк составляется и предоставляется заявителю лишь в одном виде. 10. Полный документ имеется. 10. Мы же показали только первые две, потому как там содержится основная информация о заявителе и членах его семьи. 10. Надо сказать, у специалистов нашей компании имеется и англоязычная версия формы М126. 10. Ее мы получили с большим трудом, задействуя свои надежные источники, поскольку анкету по сей день нельзя найти ни на одном официальном сайте правительства Кипра. 11. В нашей первой части говорили о плюсах владений Кипра. 11. Безусловно, это возможность получения гражданства Кипра всеми членами семьи инвестора, а также получения достаточно высоких доходов при сдаче в аренду жилья за границей. 12. Пришло время поговорить об очевидных минусах. 12. Прежде всего, это обязательства перед земельным кадастром по регистрации договора аренды, плюс необходимость оплачивать налог на недвижимость, сдаваемую на срок более одного месяца. 13. К сожалению, владение кипрской недвижимости для иностранных только неплохие дивиденды, но еще и расходы. 14. Но об этом всем расскажем сейчас несколько подробнее. 14. Кто задумывается о покупке кипрской недвижимости, зачастую интересует вопрос, как в дальнейшем это жилье. 15. Сделано в том, что многие иностранцы планируют приобретение за границей для проживания, а для последующей сдачи ее в аренду и получения стабильного дохода. 15. Для любого бизнесмена, инвестора, покупка недвижимости для сдачи ее в аренду рассматривается как безопасный и относительно стабильный доход от активов, открывающих возможности для различных визовых схем Европы. 16. Если говорить точнее, самым популярным местом для инвестиций в кипрскую недвижимость с некоторых пор является регион Фомагосты. 16. Далее, благодаря своим достопримечательностям и наличию множества развлекательных мест для отдыха, повышенным спросом у молодежи пользуются такие города Кипра, как Айя-Напа и Протарас. 16. Также эти курорты знамениты голубой кристально чистой водой, имеющей большую протяженность золотистой береговой линии. 16. Вот уже несколько лет подряд спрос на отели и курорты Кипра в летние месяцы значительно превосходит предложение. 17. Соответственно, пользуются повышенной популярностью коттеджи и виллы, а также прочая недвижимость, находящаяся в частной собственности. 17. Поэтому инвесторы и владельцы вилл и апартаментов все чаще стали выбирать данный тип инвестиций на Кипре по принципу лизинга. 18. То есть бизнесмены, в числе которых много иностранцев, предпочитают этот, в большинстве случаев безналоговый вариант финансовых вложений, поскольку относительно невысокие расходы на содержание жилья противопоставляются чистой прибыли, равной 10% от стоимости жилья. 18. Еще несколько лет назад этот способ не был настолько распространен. 19. Теперь так называемые гостевые дома становятся все более частым выбором среди гостей острова. 20. Собственники недвижимости позволяют держать стоимость аренды на приемлемом уровне, хотя спрос на покупку жилья на Кипре увеличивает как лизинг, так и повышает среднюю покупательную стоимость на недвижимость в районе Айенапы и Протароса. 21. Необходимо понимать, что сдача недвижимости за рубежом при нахождении в другой стране имеет и свои негативные моменты, как то потенциальная неплатежеспособность постояльцев, вынужденный ремонт, а также непристойное поведение квартирантов, На тех и других могут пожаловаться соседи, а это чревато большими штрафами для собственников. Ведь всем известно, что сдача в аренду кипрского жилья иностранцами на длительный срок официально запрещена. По этой причине стоит остро вопрос смягчения негативного опыта культуры покупать-сдавай, сложившейся на Кипре в последние годы. Согласно законодательству Кипрской Республики, вставаемые в аренду объекты недвижимости требуют получения лицензии от КОД или иначе кипрской организации по туризму, если срок аренды превышает один месяц. Если вы являетесь арендатором или владельцем кипрской недвижимости и у вас имеются претензии по договору аренды, которые невозможно исправить на краткосрочной основе, то это повод для подачи жалобы в КОД. Обладая этой информацией, собственник недвижимости может написать письмо релкеру, что он ищет себе новых постояльцев, чтобы не попасть под подозрение, что его имущество незаконно сдается. Согласно законодательству Кипрской Республики, вставаемые в аренду заграничного жилья. Таким образом, в последнее время наблюдается спрос на виллы. Виллы часто стоят дешевле, чем стандартное проживание в отеле. К тому же они вносят вклад в развитие экономики, так как проживающие в них люди покупают воду и питаются в основном продуктами из местных супермаркетов, что приносит дополнительные доходы в бюджет Кипра. Согласно отчету Ассоциации отельеров Кипра, около 20% иностранных гостей не останавливаются в отелях. А это значит, что из 3 миллионов туристов, которые приезжают на Кипр ежегодно, около 6 тысяч человек используют свою заграничную недвижимость для сдачи в аренду. Это весьма большая цифра, рассматривающая как с положительной, так и с отрицательной стороны качество жизни местных жителей и вклад иностранных инвесторов в долгосрочную экономику Республики Кипр. Очевидно, что такой тип аренды не является уникальным для Кипра, однако он поднимает всеобщую обратную связь и разного рода проблемы. В целом, можно сказать, что сложившийся рынок аренды частного жилья в ближайшем будущем будет составлять огромную конкуренцию отелям и курортам Кипра. До тех пор, пока Кипр и другие популярные туристические направления будут испытывать острую нехватку мест для временного проживания. Если у вас возникла потребность в консультации по вопросам инвестиций или аренды кипрской недвижимости, вы можете связаться с нашими консультантами, чтобы они быстро и эффективно помогли решить любые ваши вопросы, связанные с миграцией на Кипр. Продолжение следует... 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 местного муниципального налога, оплаты коммунальных услуг, комиссии агентства недвижимости за поиск квартирантов и при вросе недвижимого имущества налога на прирост капитала. Остановимся на обозначенных ранее пунктах более подробно. Итак, работу агентов по недвижимости на Кипре оплачивает лишь собственник жилья. При этом фиксированная комиссия агентств недвижимости не предусмотрена. Оказываемый риэлторами сервис оплачивается согласно предварительной договоренности с клиентом. Так, посредники берут 3,8% от стоимости объекта. При этом, чем дороже недвижимость, тем больше прибыли получит риэлтор. Налог с продажи недвижимости. Если от уплаты ежегодного налога на недвижимость на Кипре владельцы собственности освобождены, то налога на продажу недвижимости никому не избежать. Хотя, надо отметить, в некоторых случаях налог на продажу недвижимости на Кипре все же не нужно платить. На сегодняшний день продать квартиру или виллу на Кипре проблем нет. Наоборот, рынок недвижимости насыщен разнообразными предложениями о продаже и покупке. При продаже недвижимости на Кипре собственнику практически во всех случаях придется понести дополнительные расходы в виде оплаты государственных налогов. Такой налог называется Capital Gains Tax или налог на прирост капитала. Он занимается в соответствии с размером прибыли, полученной после продажи недвижимости, находящейся на территории Кипра. Ставка налога на прирост капитала равна 20%. Помимо этого, первые 17 086 евро от полученной прибыли налогом не облагаются. Причем, освобождение от налога в равной мере подлежит доле всех собственников. Таким образом, если недвижимость была продана двумя владельцами, например, мужем и женой, то от налога будут освобождены 34 172 евро. От их совместного дохода. Вдобавок ко всему, из налогооблагаемой базы вычитаются расходы на приобретение и ремонт недвижимого имущества. Для физических лиц, проживших на Кипре более 5 лет, предусмотрена еще одна льгота. Налог, применимый к собственникам кипрского жилья, может быть снижен один раз в жизни на 85 430 евро. Владельцам сельхозугодий на 25 629 евро. В случае передачи права собственности детям или супругам, новые собственники от уплаты налога освобождаются. Во многих описанных ранее случаях, на любом этапе подготовки или реализации у потенциальных мигрантов могут возникать разного рода сложности. Их не всегда возможно решить собственными силами. Тогда вам могут пригодиться знания и опыт сотрудников компании L-Toma Comparate Services. К слову, если вам хочется сократить расходы и подготовить и подать все документы в посольство и другие миграционные службы Кипра самостоятельно, то в этом случае вам следует понимать весь процесс, как правильно заполняются все формы, куда следует идти, подавать заявление на получение ВНЖ на Кипре, какую документацию и в каком виде требует власть республики и многое-многое другое. Испорно, процесс приобретения гражданства Кипра может показаться очень сложным и затратным по времени. В большинстве случаев это именно так. Вот поэтому мы рекомендуем вам обращаться за помощью к специалистам именно нашей компании. Квалифицированная консультация и поддержка в течение всего процесса помогают добиться результатов гораздо быстрее. В отличие от других компаний, у нашей команды имеются как опыт и знания, так и специальное программное обеспечение для заполнения форм заявок, что позволяет обеспечивать качественный сервис в соответствии с индивидуальными потребованиями наших клиентов. Для полного взаимопонимания с клиентами в нашем штате имеется русскоязычный персонал, который оказывает помощь абсолютно на всех этапах иммиграции на Кипр. С момента заключения договора на оказание услуг за клиентской компанией закрепляется личный менеджер, призванный помогать клиенту по первому же запросу. Менеджер сопровождает клиента на всех этапах, направляет его где это необходимо, а также посещает за него многочисленные департаменты и организации. Чтобы получить информацию о полном комплексе наших услуг, просто позвоните нам по телефону, указанному на сайте ltoma.global.ru. Можно также воспользоваться электронной почтой. Ее название вы увидите в завершении нашего сегодняшнего вебинара. В заключение хочется сообщить, что компания ltoma corporate services рада предложить вам связанные с переездом на Кипр услуги, такие как регистрация и сопровождение компаний, банковские и финансовые услуги, бухгалтерские учеты и аудит, налогообложения, IT-услуги, программное обеспечение для бизнеса, юридические услуги, миграционные услуги, а также лицензии и разрешения на работу. За последние годы ltoma.group расширил направление своей деятельности, вследствие чего стал запуск рекрутинговых услуг. И теперь ltoma.recruitment предлагает выгодное решение по подбору персонала, доступ к обширной базе резюме, оплату после завершения процесса, консультационные услуги квалифицированных HR-специалистов. В связи с участившимися случаями иммиграции граждан России на Кипр, с каждым днем все более актуальным становится вопрос поиска недвижимости на Солнечном острове. Чтобы помочь нашим клиентам, мы открыли новое направление деятельности ltoma.property. Благодаря широкой базе объектов ltoma.property инвестиции в недвижимость Кипра стали реальностью. Для того, чтобы найти интересующий вас объект, просто посетите наш сайт ltoma.property.com. Мы подошли к завершению нашего вебинара. Если у вас остались какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться за разъяснениями к нашим консультантам по адресам и телефонам, которые вы видите на своих экранах. Также можете написать на любой из указанных e-mail адресов. Офисы нашей компании расположены на Кипре, в Сингапуре, в России, в Санкт-Петербурге и в Москве, а также в Украине и Киеве. Поэтому, если вы планируете переезд на Кипр либо в иную страну, звоните и записывайтесь на консультацию от профессионалов компании ltoma.property.services, чтобы мы могли решить любой ваш миграционный вопрос заблаговременно. А вам осталось только получать удовольствие от пребывания на Солнечном острове. Благодарю за внимание. Ждем вас в числе клиентов компании ltoma.property.services. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...